Тем днём они поругались с фельдшером Сашей. Не то чтоб до драки, так и языками зацепились. Оба ершисты, с самолюбием, бывает. И первый вызов за этот день поступил как раз с чёртовых куличек из Рыбацкого. Соседка вызывала к очень пожилой женщине. Причина вызова – плохо ей что-то, стонет. Ну, вы доктора, вы и разберётесь. А стонет – это что угодно может быть, от аппендицита до инсульта. Оба насупленные после ссоры, они сели и поехали, и до пункта вызова ехали в полном молчании. А водитель Володя, тот вообще задумчивый угрюмец, с ним уютно было молчать. Рыбацкое в те годы ещё застроено было деревянными домами. К такому дому они и подъехали. Поднялись на крыльцо, толкнули дверь, прошли через Сеню в горницу. Там на тахте лежала и постановала дородная пожилая женщина. Гуревич на музыкальное сопровождение давно не вёлся. Многим больным кажется, что своё недомогание надо поярче представить. Стонами, кряхтеньем, иногда и воплями. Это зависит от артистизма и темперамента. «Сумку давай», – бросил Гуревич фельдшеру через плечо. «А ты её брал?» – спросил тот. «Нет». «Я тоже нет». Приплыли. Понял Гуревич. Раза три ему снились страшные сны на эту тему. Приезжает он на вызов, а сумки при нём нет. И начинает он её искать под всеми столами и диванами и не находит. «Ну, что делать? Прямо перед больной дать сейчас в морду этому жлобу Сашке? Тогда уж надо и себе заодно врезать. Чего стоило на станции велеть тому сумку взять?» «Так, делать нечего. Впрочем, очень даже есть чего делать». Одну минутку приятным голосом проговорил Гуревич, подбородком указав фельдшеру на дверь. Они вышли на крыльцо. «Гоните на станцию», – говорит Гуревич. «С мигалкой гоните, как можно быстрее. Я пока тут разберусь с больной». Он оглядел ухоженный двор, расчищенную от снега дорожку, укрытые на зиму клумбы. Если старуха сама здесь орудует, умирающей вроде ей нечего быть. Поглубже вдохнул сырого воздуху и вошёл в дом. «Здравствуйте, дорогая!» – завёл певуче, выпрастывая руку больной из-под одеяла, по цвету лица и по пульсу определяя, доживёт ли бабка до возвращения ребят. Вид у неё был вообще-то цветущий, но такой вид и гипертония может давать. «Дорогая Катерина Фёдоровна!» – подсказала бабка. «Женщины всегда безошибочно определяют, с кем из врачей можно завязать разговор, а кому надо отвечать, как солдат перед старшиной. Не можется мне, доктор, прям с утречка не можется! Что-то вот здесь огорит и торкается!» «Погодите, погодите, Катерина Фёдоровна, не торопитесь! С наскоку мы вас лечить не будем, обследуем вас по полной программе. От «а», как говорится, до «я». «Вы не возражаете?» «Да что вы, доктор!» – с удовольствием отозвалась больная. «Кто ж против этого станет возражать?» «Тогда, пожалуйста, давайте-ка я помогу вам сесть. Вот так. Вдохните поначалу глубоко. Хорошо, не торопитесь. Теперь выдохните. Отлично. Ещё разок вдохните, пожалуйста. Мы никуда не торопимся. Будем основательно вас исследовать, пока мои коллеги не привезут новейшие препараты, за которыми я их послал. А между тем для начала проверим некоторые ваши реакции для более точного диагноза». Мысленно. Гуревич мчался сейчас вместе со скорой на Петроградку, с ужасом прикидывая, сколько ему надо тут продержаться, пока ребята не обернутся. И не догадается ли старуха, что ей морочат голову. Но старуха, наоборот, с каждой проверкой впадало всё в большую эйфорию. Гуревич поднял её стахты, велел одеться потеплее и по-спортивному, так как некоторые специальные проверки, которые он намерен сейчас ей предложить, проходят только в стационарах и в высшей степени серьёзно. Помог ей натянуть бриджи. Сам обул её квадратные ступни в вальные тапочки, бережно натянул на неё тёплую кофту. Старуха расцветала на глазах. Тут нет ничего удивительного. Эффект воздействия врача на пациента давно известен. Доброе слово врача воскрешает умершего лазаря. Грубое и безжалостное обращение может вогнать пациента в гроб. Это вовсе не значило, что старуха-симулянтка. У неё с утра действительно могло что-то болеть, настроение могло быть поганым, с внуком поругалась, голова разболелась. Решила, что на подступах инсульт батюшка. Ну и попросила соседку вызвать скорую. А дальше, пока скорая добиралась, маленько её отпустила. А тут ещё доктор такой душевный попался, такой поможливый, внимательный, хоть и молодой. И руки тёплые он их у печки отогревал. Не то, что иные торопливые хмыри лезут с холоду лапать своими ледорубами. И как же он старательно всё-всё прощупал, проверил. И вроде всё внутри, в глубине, что шкварчало и жгло, как-то само утихло, отпустило. Так ведь хороший доктор, он знает, как проверять больного. Он и сам сказал, что проверит всё-всё до последней жилочки. И, главное, разговаривает так умно, всё объясняет, хотя слова непонятные, медицинские. Гуревич и в самом деле вслух проговаривал все медицинские термины, правильно полагая, что Катерину Фёдоровну это впечатлит. Вот мы сейчас. Пальпация верхушки сердца, затем перкуссия нижней части грудной клетки. Наряду с этим следовал любимый Гуревичем этап осмотра пациента. Лаконичная, но проникновенная беседа. Нет ли у вас проблем со стулом, Катерина Фёдоровна? А по утрам не бывает, что в ухе у вас как-то щёлкает или звенит? Никого, никогда в жизни Гуревич не обследовал так, как эту старуху. Она приседала по десять раз, после чего он проверял пульс. Задирала ноги, одну и другую, проверял пульс. Потом она стояла на одной ноге, на другой, бегала трусцой, с закрытыми глазами, с расставленными ногами, в позе Ромберга доставала пальцем до носа, растопыривала пальцы. Сделала лёгкую зарядку, прописанную ей Гуревичем отныне и навеки, пока жива, каждое утро. Он обследовал её по полному кардиологическому статусу. Затем по полному неврологическому статусу. Он изобрёл обследования, какие до него в медицине не существовали. Сам заварил ей чай под её руководством. Долго беседовал с ней о снах, предварительно пояснив, что болезни распознать можно задолго до появления явных симптомов. Например, когда снятся дорогие покойники. — Ой, не говорите, доктор! — заголосила старуха. — Я уж знаю, когда мне снится покойный Валентин, жди какой-нибудь прорухи. Это когда в последний раз в апреле, что ли, он мне снился. Перед самым днём как пенсию приносят. Стоит бледный и просит на пол-литра. — Валя! — говорю. — Я с дорогой душой. Ну ты ж пенсии дождись. Мне нещего. Вот тебе крест. Хочу перекреститься. А рука не поднимается. Когда, наконец, в сенях забухали сапожище, и взмыленный фельдшер влетел с сумкой, неторопливый Гуревич вытянул из сумки тонометр и торжественно измерил старухе давление. Оно было в норме. Он оставил ей жаропонижающее, лично накапал в стакан 30 капель валерьянки и велел выпить. Хотел и себе накапать, но удержался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок